Ох, красота-то какая! Лепота! С любовью встретиться, проблема трудная, Планета вертится, круглая, круглая... Тебя как зовут? Гавриил Петрович! Тебя? Федя! Тебя? Аликоба! Я же сказал, критики отставить! Это фамилии, а имя Василия Алибабаевич, Вася! Хорошо! Как верблюда! Хван Дмитрий Сергеевич Бабушка Александр Владимирович Сергей Анатолий Чайцев Идемский Александр Геннадьевич Всеротал Дмитрий Андреевич Иноза Алексеевна Пак Русматов Тимур Мухунжарович Юлий Евгений Роман Александрович Комичев Алексей Горонин Дмитрий Владиславович Зовут меня Иванова Олеся Сергеевна Несмачный Алексей Сергеевич Бургузов Алексей Итальевич Рахманов Собор Савирович Суденский Александр Михайлович Скажите, пожалуйста, что входит в ваши обязанности на работе? Периодически уборка, приготовление пищи Ну, вы будете жрать или нет? О! Картошечка! Руки! Чего руки? Покажи руки Покажите, пожалуйста, как вы сдавали зачет по мытью рук? Покажите, пожалуйста, как вы сдавали зачет по мытью рук? Покажите, пожалуйста, как вы сдавали на работе? Покажите, пожалуйста, как вы сдавали? Покажите, пожалуйста, как вы видите? Покажите, пожалуйста, как вы сдавали meal? Кто каждый день, приходя на работу, напевает песенку «Львенка» и «Черепахи»? Я сам измешиваю окошко. Как вы думаете, зачем он это делает? Так, ну это же основная задача. Это, я думаю, это ключ нашего успеха. Вы часто задерживаетесь на работе допоздна. Чем в это время вы занимаетесь? Я обязательно сам занимаюсь уборкой территории. Мне нравится, что у нас всегда постарочная трава, например, на газоне летом. Зимой всегда убран снег. При этом, может, мне иногда говорят, что так сильно убираешь, что все равно зима растает. Могуська, туда не ходи, сюда ходи. А то снег в башка попадет. Дагадываетесь ли вы, кто вчера съел принесенный вами на работу завтрак? Ну вот, я не уверен, что ты или Алексей не смотришь, или Роман не смотришь. Ну вот, через три минуты наступит глубокий здоровый сон. О, пожалуйста. Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен. Но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться. И не даром все континенты рукоплещут дружникам нашего большого балета. Пойдем дальше. Скажите, пожалуйста, что вы обычно читаете перед сном? Гражданский кодекс. Протоколы, утвержденные, проекты протоколов. Законопроекты трансплантационные. Дискору с фамилия, вы не читали. Приказы различные. Приказы министерские. Приказы об обработке рук. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться. Какую сказку вы будете читать своему ребенку сегодня на ночь? Приказ директора от сегодняшнего числа. Рекомендации по введению пациентов в перерекарационном периоде Европейская Ассоциация Кардиотеракальных Анестезиологов. Кто звонит вам домой по ночам и молчит в трубку? Профессор, тот принесенский лук, чернявский Александр. Как вы думаете, зачем он это делает? Чтобы придать бодрости и оптимизму на весь с собой чтение. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы звоните своим сотрудникам каждую ночь? Для того, чтобы обсудить, поговорить, в каком состоянии человек, может он болеет, может его заменить на операцию, нужно. Для того, чтобы увидеть, кто у нас здесь вообще в наличии. Всегда так бывает. Бывает перед битвой всегда смотрят войска. А битвы у нас каждый день. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может... Счастье вдруг! Что обычно вы вешаете дома на новогоднюю елку? Нитки с заплатой. Нитки с иголками. Без иголок. Клапаны. Какие, по вашему мнению, цвета должны преобладать в костюмах сотрудников? Теплые цвета. В никаком случае не красные. Голубой. Синий. Я думаю, что может быть даже желтый. Красный, но не такой красный, не ярко-красный, а такой темно-темно-бордовый, который не напоминает. Сколько времени на работе вы можете раскладывать пассианс косынка? От трех до пяти, шести часов. Какой новогодний подарок вы считаете самым романтичным для девушки? Дренажи. Тролор. Как нужно поступить молодому человеку, чтобы познакомиться с вами поближе? Очень просто. Достаточно прийти на прием кардиолога. Представьте свои ощущения после защиты диссертации. Могуши не, наверное. Мурашки. Внутреннее ржать. Ощущение легкости. Танцуют все! Какой объем спиртного вы планируете выпить на корпоративе? Нет, я не буду, я же не знаю, чем я думаю. Больше литра. Больше 500 миллилитров в час. Первый. Более 500. Более 500 миллилитров. Я думаю, не так. Прав будь, боярин. Будьте здоровы. Грюштиц водку делал. Вася? Гаврил Петрович? Федя? Товарищи, пришел Новый год. Я желаю вам, чтобы в этом Новом году у вас все было по-новому. Всех коллег поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю счастья, семейного благополучия, улыбок. С наступающим лошадином Новым году. Я очень вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я хочу поздравить людей, с которыми работаю уже давно, друзей, коллег. С наступающим Новым годом. И пожелать терпимости, терпения к недостаткам. Мы же все не идеальны. Быть терпимыми к недостаткам друг друга. И пожелать всем любви. Всех коллег поздравляю с Новым годом. Очень рад, что работаю со всеми вами. Желаю вам счастья, удачи, успехов. Доступающих. Я поздравляю всех с Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, успехов в профессиональной деятельности. И чтобы сбывались все ваши мечты. С Новым годом. Поздравляю всех с Новым годом. Счастья, удачи в Новом году. Ура! Мне бы хотелось, чтобы в Новом году, несмотря на то, что у нас, в общем-то, как мы считаем, устоявшийся, наверное, дружный коллектив, хотя всякое бывало. И, собственно говоря, мы подобные пожелания каждый год пытаемся делать. Но я думаю, что здесь не будет страшно повториться, чтобы отношения между людьми ну, сказать, теплыми, может быть, для производственного коллектива это не совсем верно, хотя я буду сказать, что это возможно. Сказать, чтобы мы были там как одна семья, это тоже немножко другое. Но просто хотелось, чтобы в следующем году, несмотря на всякие неприятности могут быть, мне бы хотелось, чтобы они как-то в меньшей степени, или что-то нужно для этого сделать, чтобы подобные вещи в меньшей степени отражались на психологическом состоянии каждого отдельного члена коллектива. Я понимаю, что это сложно, но если мы будем к этому стремиться, если мы будем в некотором роде следить за собой, может быть, удастся что-то в этом изменить. А про здоровье? Ну, здоровье мы же сами понимаем, что это необходимо. Чем дальше, тем больше. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Новым Годом. Пусть все в Новом Году у вас будет. Все желания, которые вы загадаете под бой курантов, пусть исполнятся. С Новым Годом. Уважаемый и любимый коллектив, поздравляю вас с наступлением Нового Года. Желаю вам достижения все новых вершин, не только карьерных, но и развития других сфер вашей жизни и ощущения полноты. С Новым Годом, дорогие коллеги! Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Хочу пожелать будущему роду, чтобы он был удачнее в Году Змеи, в Год Лошади. Работать придется много, в новых условиях. Но чтобы мы соплиняли оптимизм, велолюбие, чтобы мы более внимательно относились друг к другу, тепла в ваших семьях и всему самому наилучшим. Дорогие мои соратники, поздравляю вас с наступающим 2014 годом. Желаю, чтобы он был по всем параметрам лучше, чем 2012, 2013 и другие прожитые уже годы. чтобы дети не болели, чтобы больные выздоравливали, чтобы всегда были рядом люди, на которых можно положиться. поздравляю вас еще раз с Новым Годом. Поздравляю всех с Новым Годом. Желаю, чтобы в Новом Году было так же все хорошо, как в прошедшем. Я от души всем хочу пожелать здоровья, семейного благополучия, потому что ваша семья – это ваша крепость, ваша поддержка. И когда дома все хорошо, все трудности, все неприятности, все недовольства, которые окружают нас на работе, в других сферах, мы все, ну, как бы, навелируемся. Я думаю, все хорошо. Желаю вам здоровья, любви, денежного благоносостояния и удачи во всех начинаниях и продолжениях. Дорогие друзья, был прожит достаточно серьезный год. И когда особенно с тобой происходит что-то такое экстраординарное, ты начинаешь больше ценить жизнь, ты начинаешь больше ценить отношения к тебе, ты больше начинаешь ценить то общество, в котором ты живешь, которое тебе позволяет жить так, как мы живем. Сейчас я считаю, что мы достаточно красиво живем, мы много работаем, мы хорошо отдыхаем, мы красиво отдыхаем. Мне очень приятно, что наши сотрудники ездят в Таиланг, во Витнам, в Испанию, во Францию, на Мальдивы, еще куда только и ездят наши сотрудники. Это всегда приятно. Мы, конечно, потруднием над этим что-то и опять куда-нибудь во Францию или еще куда-то поехали. В Рим съездили, по Италии поездили. Конечно, это очень приятно все это. Это позволяет нам то, что мы так достаточно хорошо и дружно работаем. Поэтому, когда мы говорим о своих заслугах, мы должны прежде всего отдать должное нашим добрым, хорошим отношениям, которые позволяют нам и красиво работать, и красиво отдыхать, и иногда встречаться на каких-то корпоративных вечеринках. И самое главное, что мне хотелось бы, чтобы мы не устали только другом. Всех с нам будут. Поздравляю весь наш добрый коллектив с Новым Годом! Всем желаю взаимопонимания. Во-первых, во-вторых, чтобы вся наша работа спорилась, и чтобы у всех наших сотрудников хватило здоровья выполнять эту работу. чтобы мы бежали на работу с удовольствием, ну и с работой с удовольствием бежать. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова